Умный и так далее. И тут ему открывается перспектива, начинает это гонение на христиан, вроде бы, когда пошло, да? И казалось бы, то есть его впереди ждет будущее. Там его главным сделали инквизитором, если так образно выразиться, в то время просив верующих, да? Верующих своих же братьев и сестер. То есть язычники еще тогда не были, не приняли шо. И он едет до Маска, да, начинается гонение, он самый главный, и тут он встречается с Ешо, и Ешо изменяет его жизнь. И откроем, когда в Москве помните эту историю, в течение трех дней он не мог видеть, и ничего не ел, и не пил. Я вот первый раз обратил внимание, что он не просто три дня сидел, там написано, он молился, но не просто молился, он, знаете, наверное, это было такое переосмысление всей его жизни. Он ничего не ел, им ничего не бил. И то есть он реально, я так понимаю, окажется, что он делал и так далее. И тут Господь ему сказал, только потом, да? Иди так, как этот человек мой избранник, который принесет мое имя Гаим и даже и царям, а также детям Израиля, ибо я сам укажу ему, сколько страданий ему придется перенести из-за моего имени. Это, кажется, она не говорит о Господе, она не приходит и так далее. Смотрите, он говорит, что я сам укажу ему, да, сколько ему придется перенести страданий из-за моего имени. И вот, то есть он еще не начал служить, представьте, человек только покаяться, вот тут ему Господь говорит, все нормально, ты будешь страдать перед царями, аллилуйя, ты будешь страдать перед народом, аллилуйя, но ты, думаю, очень-очень много пострадаешь. Я не знаю, представляю, представьте, поймать сейчас того верующего человека, рассказать ему Евангелие, который, слушай, ну тебе придется очень много пострадать. Ну что бы он сделал? Я не могу. То есть такое вдохновляющее слово от Господа, а потом говорит, тебе придется много пострадать и перенести из-за моего имени. И вот люди любят первую часть, слушай, да, ты только послушай, прийти к Богу, а и покаяться, твои проблемы решатся, все будет здорово. А вот и человек говорит, да, конечно, и Бог тебя благословит, аллилуйя. Но потом, когда я с ними начинаю говорить, слушай, ну ты же будешь страдать, ты же пострадаешь, и тут начинается, наверное, знаете, такой будет не совсем приятный момент, когда человеку говорят, что тебе придется и пострадать. И опять-таки, ну, еще он так и сказал, и тебе придется много пострадать. Но опять-таки, смотрите, цена следования. Цена следования матери Терезы, они до сих пор знают весь мир, ее ставят в пример. Цена следования Шауля, который действительно следовал за Господом, он написал треть Нового Завета, треть Нового Договора, и учения о Боге, особенно о грехе, основываются только в основном на то, что пережил Шауль, то, как он это выразил, или Бог через него. Опять-таки, но он заплатил определенную цену. И опять-таки, когда еще он говорит, что мы будем страдать, вы знаете, все равно воздаяния будет больше. Воздаяния будет больше. И интересная история с хорошим концом, с кеплендом. Эта история была в протестантской коммуне Шамбон, Сюр, Линьон. И в 1934 году, в 350 милях юга от Парижа, была протестантская община, то есть там жили одни верующие. Им нужен был пастор. И туда приехал Андрей Троукен, 34-летний пастор вместе с женой Магдой и четырьмя детьми. Он был очень хороший пастор. Он энтузиазмом завоевал любовь к прихожанам, стал моральным, духовным, как он лидер коммуны, проповедовал о мире. И у них на табличке перед церковью повесил адрес «Любите друг друга». В 1940 году Франция была оккупирована Германией, и коммуна оказалась под властью коллаборационистского режима Виши. Не знаю, кто такой Виши. В общем, что сделала коммуна, они отказались, в общем, признавать его власть и подписывать, приветствовать флаг, подписывать клятву верности маршалу Петтену. Вот, и в общем, проигнорировали все, и звонки в колоколах и так далее. В 1940-е, и поздно ночью в 1940 году, кто-то постучал в дверь дома Троукмен. На пороге стояла замерзшая голодная еврейка, которая сбежала из Германии, то есть уже началось гонение. И они ее принимают и перепоручают, просят знакомую семью верующих, христиан, спрятать ее у себя дома. И это было начало. И постепенно к ним начали тянуться вереница евреев, которые бежали из Германии. Местные жители предоставляли им убежище. А затем евреи протянулись с воскресеньем потоком, когда начались гонения в самой Франции. И сам Троукмен призывал крестьян, призывал предоставить убежище всем нуждающимся. Его же Лавако занималась организацией спасительной операции. И семьи укрывали евреев иногда на протяжении четырех лет. В 1944-м была только освобождена Франция. Они подделывали документы, удостоверяющие личность, продуктовые карточки. Говорили, что это их дети. И они учились, еврейские дети учились вместе с крестьянскими детьми в этой деревне. С декабря 1940 года по освобождению в сентябрь 1944 года в Шамбоне проживало около 5000 евреев. И 5000 евреев было количество протестантской общины этого Шамбоне до войны. И там представляется, что изжило на каждого крестьянина еще один еврей. То есть 10 тысяч оказалось ни одному человеку не было отказано в убежище. Ни одному. И это были обычные верующие, обычные крестьяне. То есть они совершили, знаете, такой подвиг, хотя расстрел был за углевательством. А Франция это тоже самое действовало. Эти крампые крестьяне рисковали своей жизнью. Но спасательная операция такого масштаба не могла остаться незамеченной властями. И когда они это увидели, они начали призвать этого пастора и приказали прекратить защищать евреев. На что он ответил. Я не знаю, что значит еврей, я знаю только, что значит человек. И агенты приезжали очень часто в деревню, пытаясь обнаружить евреев. И когда, ну обычно, это все-таки узнавали, жители отправляли евреев в соседний лес. И как только жандарно уходили, крестьяне шли в лес и пели, сигнализируя о том, что можно возвращаться. Ну скорее всего, что они пели? Песни про славление, да? Вот. И жители, евреи возвращались. Вот. И в общем, ни одного еврея за протяжение вот этих четыре года не было поймано. В 1942 году, когда евреи Париженко были депортированы в Благеря Смерти, Андрея Тромке сказал, что христианская церковь должна упасть на колени и молить Бога о прощении за свою трусость. И когда начались вот эти самые сильные гонения в 1942 году, начались обыски. И в деревню приезжают три автобуса с гестапо, которые прибыли в надежде попытки найти евреев. Три недели они пытались их найти. Три недели, и так они уехали пустые эти автобусы. Их операция не мучалась успехом. Но в 1943 году, в феврале, Андрея Тромке вместе со своими помощниками и директором школы был арестован и отправлен в Благеря для интернирования. Через пять недель им предложили свободу в обмен на подписание обязательства выполнено с распоряжения правительства во отношении евреев. Директор школы согласился и был немедленно освобожден, но Андрея и его помощник отказались. Но, однако, и вскоре отпустили. Почему? Потому что Андрея начал проповедовать в лагере, и это стало угрожать порядку в лагере. То есть в лагере начал повсеместно приходить к Богу, и они поняли, что надо... Но они не могли, как он был француз, его убить просто так. И они его, в общем, освобождают назад. Но уже пытаясь, опасаясь повторного ареста, Андрей перешел на нелегальное положение. То есть он уже тоже прятался. Но, однако, его отсутствие не помешало жителям Шампона продолжить свою самоотверженную работу. Под руководством Магды они продолжили дело Андрея. Французские войска освободили Шампон 2 сентября 1944 года. К тому времени, благодаря бесстрашным жителям коммуны, было спасено около пяти тысяч евреев. Столько же, сколько жителей было в деревне. И Андрей Трохме умер в 71-м году, жена Магды в 96-м году. В 98-м году Яд Башен наградил коммуны почетным дипломом за гуманизм. И 40 жителей деревни Шампона так признаны праведниками. Вот представьте, какая была история, да. И цена следования. Цена следования у них была достаточно высока у этих крестьян. То есть, если бы находили, нашли бы в семье евреев, они были благодаря вот этой цене следования, благодаря Береги и Шуа, они сумели спасти большое количество евреев. И они были примером. То есть, не все такие церкви оказались примером. Таким, как эта семья. Как эта семья, но благодаря убийце, пастору, благодаря его любви, он смог объединить всех жителей. И все жители были, все жители встали на защиту, и они все смогли сделать этот подвиг. И опять-таки, не все это было такое время. Но мы сейчас живем в другое время, мы живем в спокойствии, как в Писании, до гонения, помните тоже. После этого мессианская община в Ягудии, в Галилее, в Шавроне наслаждалась покоем и укреплялась. Они жили в страте перед Господом, получая наставление от рога ходишь, и число их неуклонно росло. То есть, будет разное время. В одно время будут какие-то гонения, в одно время мы должны наслаждаться, укрепляться, ходить в страте Господнем, получая наставление. Но бывают и другие времена. И то же самое время описано, когда Шауль тогда начал проявляться, как гонитель. Примерно в это же время Санира стал заключать под стражей, преследовать некоторых членов мессианской общины, велел казнить мечом Геракова, брата. Когда Ягод увидел, что это пришлось по душе Иудея, он велел задержать Икепу. Это происходило во время Дней Матцы. Время Песока, тогда начали сгонения, помните, это история. Я читал, кстати, тоже задумался, так часто ангелы являлись. Вот, верующим. Там Корнилию молился, ангел пристал. Кефу освободился тюрьмы, там, он двое цепей балл, двое охранников. Тюрьма переполнена, ангел пришел и умел, и так далее. Вот, ну то так, мысли вслух, интересно просто. Но, с другой стороны, то есть, основа Господня продолжала расти и распространяться. Невзирая, вы знаете, помните, написано где-то, что, когда, или где-то написано, что Слово Божие нельзя спрятать, его нельзя замуровать, его нельзя в тюрьму посадить. Да, и поэтому, невзирая ни на что, Слово Господне, оно распространяется. На самом деле, вот, парадокс, хотя вот мы читаем, что, вот до этого читали, пессианская община росла, и число их круглого росло. То есть, сейчас, в основном, общины растут только там, где есть большие гонения, у вас большего, да, то есть, где гонения, там почему-то Слово Божие распространяется. А где не гоня, то гонения, почему-то, как-то, знаете, все так вяло текущее происходит. И, смотрите, интересно, это уже апостол Павел, пославник Шауль, служит. Они проповедовали в том городе добрую весть, то есть, они ходят по городам, поднимают Талмедим, рассказывают об Айшуа. Многие люди стали их Талмедим, после этого они много посетили листы, и кони, антиохи, то есть, посещают своих, те общины, которые наставили, они, Бог там взрастил. Взрастил, ободряя Талмедим, убеждая их оставаться преданными в вере, напоминая им о том, что лишь через множество страданий мы можем войти в Царство Божие Царство. И вы знаете, всегда, я вам заметил, всегда говорила цена следования. Не просто, то есть, ну как, нормально, нормально, аллилуйя, слава Богу, давай, терзайте в вере. Но они говорят, что, слушайте, мы будут страдания, всегда предупреждали, да, что цена следования, она всегда будет. То есть, да, и сейчас хорошее время, но может быть тогда, когда мы сможем, когда, знаете, наша вера будет проверена, наша жертвенность Богу и так далее. В принципе, даже во время благоприятного мы должны платить цену. И они это делали, да, то есть, приходили, ободрили, ну, сказали, ребята, надо, да, то есть, страдания не избежать. И вот старозаконняя, восьмая глава, кстати, она очень интересна. Тоже об этом говорит эти главы Торы, которые Сергей сегодня читал, которые мы на этой неделе должны были читать. Открыть, пожалуйста, мастер-писание. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывелся из земли египетской, из дома рабского. И сейчас у нас, в принципе, ну, не скажем, что у нас много золота и серебра, вообще, наверное, только на руке там у кого-то золото, да, серебра и серебро. Но, в принципе, курицу мы можем себе позволить, колбасу можем, и хлеба можем много купить, да, и вот, в принципе, ну, чуть-чуть такая, знаете, города есть красивые. И вот Бог предупреждает, да, что смотри, когда у тебя всего будет, вот это такой период, да, когда может сердце надмиться, и ты можешь забыть Господа Бога, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. То есть всегда нужно, знаете, вот этот страх Господь, чтобы Бог присутствовал, да, чтобы мы всегда понимали, что да, мы хорошо живем, но нужно что-то больше, значит, и делать для Господа. Раз Бог нам все дал, значит, и мы должны что-то для него делать. И такой вот интересный пример. Один молодой человек уехал, купился Ягуар, заработал, был блогером, ютубером или тем там, в общем, заработал много грошей и купился классную, шикарную машину. И верх открывается, закрывается на кнопке, все круто. И он ехал, выехал с салона, оформил уже, катался, ехал уже, хвастался машиной. И проезжал мимо, и двое детей сидели в обочине, он, конечно же, притормозил. Ну, мало ли что, все-таки новая машина, и тут дети. И он аккуратненько их объезжает, и только хотел уже газонуть дальше, в машину удаляется камень. Он выходит, смотрит, мятина такая от камня. Ребенок кинует. В общем, он на ребенка, который налетает, вот, везет и говорит, ты что, знаешь, сколько стоит вот это вот, заделать на вот этой вот машине? И он начинает вот трясти, и мальчик говорит, послушайте, простите, у меня не было злого умысла в том, что я делал, причинить вверх вашей машине. Просто у меня брат, он инвалид, вырую его с коляски, я не могу его поднять, слишком тяжелый, и вот, кого не бросим, машины проезжают. И никто не остановился, и поэтому мне пришлось вот это сделать. И когда он это услышал, да, он помог, пошли к этой коляске, усадил к этого мальчика, он говорит, я вас могу даже довезти, они согласились. И у него что-то, знаете, поменялось, что-то поменялось. И он потом произвел много лет на этой машине. И когда он приезжал куда-то в салон, ремонтироваться, ему говорили, у тебя умятина, давай мы ее заделаем. Он, походу у него и была эта машина, он запрещал заделать эту умятину. И каждый раз, когда он смотрел на эту умятину, да, вспоминал, что, да, что нужно делать добрые дела. И она каждый раз напоминала ему о том, что если ты проигнорируешь шепот, в тебя полетит камень. Если ты проигнорируешь шепот, в тебя полетит камень. И это то, что мы не должны игнорировать. Знаете, когда хорошее время, когда ты хорошо живешь, то, в принципе, уже мало чего там слышишь, да, у тебя уже и так все хорошо. И поэтому важно, знаете, наверное, мне кажется, вот эти какие-то страдания, или какие-то, как бы у него машина пострадала, заставила его, знаете, посмотреть на нужды других людей. Это же глава Торы, 10 глава. «Итак, Израиль, чей он гребет от тебя Господь Бог твой, того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его и служил Господу Богу твоему, от всего сердца твоего, от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедуют тебе. Да, по тебе было хорошо. Мы все хотим, чтобы нам было хорошо. Но очень часто то, что хорошо у человека, не очень хорошо у Бога. А Бог говорит, чтобы тебе было хорошо, ты должен ходить Его путями. Как это узнать? Молиться, читать Слово, да. Любил Его, опять-таки, это нужно делать, чтобы любовь, вроде бы Господал, но чтобы любовь, знаете, выросла, надо опять-таки ее кому-то принести. Служил Господу, это в принципе есть, да, когда мы несем эту любовь, ходим путями, мы служим Богу, и да, чтобы у нас был страх Господень, чтобы мы это делали от чистого сердца, чтобы мы это делали все. И поэтому вот это вот важно, это важно, и тогда у нас все будет хорошо. И у нас будут разные времена, последние местописания. А Сеон говорил, оставил меня Господь, и Бог меня. И Бог, то есть есть разные времена, по-моему, я знаю, мы что-то делаем, или что-то происходит, полоса не очень хорошая. Человек молится, ничего не происходит, он говорит, что Господь, ты что, меня забыл? Да, и Бог задает через пророка Исаия, говорит, да, да, тоже говорили, все, оставил меня Господь, забыл меня. И Бог отвечает таким, да, забудет ли женщина, грудное, дитя, смерть, чтобы не пожалеть сына, щелева своего. Ну, в принципе, нет, но бывают разные, да. И Бог говорит, ну если бы, всякое бывает, да, мы видим, что многие дети, все-таки, не многие, но у нас по статистике там больше 15 тысяч или 30 тысяч детей силы, значит, забывают. Да, да, Бог говорит, ну если бы она забыла, то я не забуду тебя. Бог говорит, даже если родители земные за них забывают, я не забуду. И Он говорит, дальше, вот я начертал себя на ладонях моих, сцены твои всегда передо мной. И прямой текст относится к Израилю, говорится про Сеону, но, и так до сих пор, конечно. Но, в принципе, каждый верующий решен, становится дитям Бога, и он на ладонях, его имя записано. И у Бога большие ладони, поверьте, все там вместятся. Вот. А что значит ладони? Ладони мы всегда видим. То есть Бог, у нас всегда, Он говорит, что если мы думаем, что Бог о нас забыл, Он не слышит, не хочет нас видеть, мы написаны где-то на ладони Божественной, да, наше имя есть, поэтому Он нас не забыл. Он нас не забыл, мы должны просто убывать на Него. И последние пару моментов, я вот тоже иногда, ну, едешь куда-то, что-то надо делать, иногда, знаете, ну, не всегда ты делаешь это с радостью, иногда ты понимаешь, что так надо делать. И едешь и смотришь, люди куда-то там идут, в носу ковыряются, сами себе, знаете, там, на лавках сидят, всем киплют, пьем, ну, что-то такое. И иногда, знаете, хочется так вот, ну, где-то с ними быть, да, обо всем забыться, просто посидеть или никуда не торопиться. И я потом, ну, знаете, такие мысли, когда прокраблюсь, я думаю, ну, хорошо, ну, неделю ты так побудешь, ну, две недели, ну, надоест это, понимаете? У этих людей так всегда, у них вся жизнь такая, в носу ковыряются пришел, я вот представляю, если бы, как этот Корнирий просто, он не был благочестивым мужем, там, не трудился, а просто лежал на диване, тут ангел ему явился, и ты там на суд, о, ангел, привет, ну и что ты, да, то есть, ну, хотя бы таким людям, мне кажется, ангел не является. Вот, когда люди работают про ангелы, там, мы видим, что люди что-то делали, да, поэтому евангелы и являлись, а не так, что... И мне понравился в прошлый раз, когда Сергей сказал, да, вот, очень такой момент, что люди живут все одинаково, и вот, я вот, когда, вот, знаете, иногда так тоже подумаешь, вроде, вот, ты понимаешь, тебе надо, а потом, ну, я думаю, ну, это просто, ну, день-два потом надо есть, ну, неделю, то есть, тебе станет скучно, и ты опять захочешь этого. И вот поэтому, знаете, да, мы платим определенную цену, она на самом деле для нас, она очень большая, мы должны отказаться от своей, как бы, да, души, то есть, мы служим Господу Богу, но, с другой стороны, вознаграждение, оно того стоит. В каждом человеке Богом заложены стремления к развитию, в каждом оно есть. И если на определенном этапе верующий не посвящает себя серьезному служению Богу, да, серьезному служению следования за Господом, то не включается в этот духовный труд, то его в душе угрожает охлаждение, то, что я раньше говорил про духовный отпуск и так далее, застой со всеми вытекающими отсюда последствиями или уклонением в опасную духовную ересь. То есть, рано или поздно, либо мы платим цену, либо, знаете, нас это будет увлекать во что-то другое. И вот, как бы, это две темы, как раз мы об этом и говорили, про духовный отпуск, а потом в прошлый раз про и про идолов. И вот сейчас эта тема, да, цена следовала. И опять-таки, да, где-то надо потрудиться, где-то будут и страдания, может быть, глядя на перспективу, да, их будет больше, потому что все, как знаете, движется в таком темпе, который, да, говорит, предсказывает, что шаги России, они слышны. Но с другой стороны, мы видим, что цена следования за ИШО всегда была выше и лучше, чем то, что как живет этот мир.